Власть 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 Виталий Сергеевич, как давно вы занимаете эту должность? С 1981 года. По окончанию Орловского института культуры я был направлен режиссером в Северский народный театр до Псковской области. Я отработал там три года. В Обнинске мои однокурсники по институту работали. Александр Васильевич Макаров, он на следующий день занимает директор телекомпании Сеной. Он мне предложил сюда приехать, а здесь в Доме культуры строителей требовался художественный руководитель. То есть начинали с... Да, я начал с художественного руководителя, а директором была тогда очень известная в городе человек Раиса Ивановская Питцина. Потом она ушла в депутаты Верховный совет СССР. И, значит, меня как бы там после полугода работы художественного руководителя оставили директором Дома культуры строителей. Пригодились ли навыки? Навыки? С прошлой работы. Ну, навыки, любые навыки, они всегда, как говорится, работают на профессию и на твой имидж. Согласен. Виталий Сергеевич, субботу 25 июля Обнинск отмечал, праздновал 59-летие со дня подписания указа о переименовании нашего поселка в Наукоград. Чем радовал жителей города Дворец культуры? Ну, Дворец культуры, во-первых, каждый год отвечает за программу, первую часть программы на площади Плаза. Мы отвечаем ей за сцену, за сценическое оборудование, за свет, за звук и за программу, которая идет с 6 до 20-30. Обычно она нашла до 21 часа программу, но в этом году в связи с участием в празднике города таких групп, как любые, это артисты первого эшелона, фабрика, группа «Фабрика», нам пришлось свою программу на 30 минут сократить. Ну, мы, как говорится, делаем все это с большой любовью к жителям города и сделали все, что от нас зависело, потому что работали у нас звезды наши поистине. Игорь Милюков, Лидия Михайловна Музалева. И впервые, как бы на такой большой площадке, мы, значит, дали часть программы, их новой программы Лидии Михайловны Музалевой с ее дочкой, Ирой Музалевой. Ну, еще работал у нас очень интересный коллектив на сегодняшний день, значит, Екатерина Круглякова им, значит, руководит. Это ансамбля «Кадем», это, значит, коллектив, который создан, ну, в течение двух лет последних. Ну, настолько к нам приехала певица такая очень сильная, значимая. Она приехала, ну, в связи вот с переездом из Казахстана, но она быстро, значит, вошла вот в нашу атмосферу творчества. И так как человек неординарный, голос у нее обладает уникальным голосом, она создала вот вокруг себя такую группу хорошую, интересную. И еще детский у нее коллектив такой мощный получился на сегодняшний день. А то есть два кружка охватывает? Да, конечно, да. Работает она, в общем-то, профессионально. А у вас много еще руководителей, именно отделений, именно чем непосредственно занимаетесь вы? Ну, надо сказать, что во Дворце культуры, собственно говоря, что не руководитель, то это профессионал. Это и семья Рачковских, Александр и Раида. Они занимаются танцевальными коллективами, и, собственно говоря, у них огромные такие достижения и успехи вот в этом направлении. Вера Петровна Бескова, ну, это Корифей, театр, народный театр имени Веры Бескова у нас называется. Она работает ежегодно, она сдает по две премьеры новые. Ирина Кузнецова, это, значит, коллектив фольклорный, праздник. Это коллектив, который на сегодняшний день и в Калужской области является, ну, одним из ведущих коллективов, которые работают в этом жанре. Алла Чистякова, у нее танцевальный коллектив Купава, знаменитый Купава, который, значит, имеет в составе, значит, танцевальном составе имеет мужчин. И мужчин 14 человек, на молодые ребята. Замечательно. Ну, вот, после Дня города, город шумел, праздновал, отмечал День ВМФ. ГДК как-нибудь чествовало наших моряков? Ну, МВХ, значит, у нас с моряками особая дружба. Они нам совсем недавно передали дом офицеров, он у нас, как бы, нашим филиалом является Дворца культуры. И мы сейчас его восстанавливаем для работы с молодежью, как бы, Центр молодежных инициатив должен со временем. О, а что там сейчас проходит? Сейчас там идут ремонтные работы. Так как он на территории, все-таки, значит, воинской части, мы его, вот, в прошлом году, в течение года, полностью сделали автономным по теплу, по воде, по свету. То есть, независим от воинской части. Независим, да, потому что нам это невыгодно, значит, платить деньги через, значит, воинскую часть, потому что это все равно такие надбавки, такие сильные. А здесь мы уже работаем напрямую. Сейчас идут ремонты, значит, сейчас готовим проекты на реконструкцию сцены, на реконструкцию зрительного зала и ремонтируем туалеты. Ну и часть уже помещения у нас отремонтирована, там занимается танцевальная коллектива. А когда полностью здание собирается открывать? Ну, я думаю, полностью здание, это где-нибудь года через два, не раньше, потому что там должны быть капитальные вложения в реконструкцию. И этим еще, значит, занимается активно наш, значит, молодежный отдел нашей мэрии. То есть, отдел молодежной политики. Пора быть молодежи, да, молодежной политики, да. Ну, а все-таки вернемся к празднику военно-морского флота. Да, ну, здесь мы постарались, командир части Воложенский, он, вот на дне города мы с ним встретились, он просто, как говорится, выразил свою яркую благодарность. То есть, действительно, мы сделали этот праздник, ну, с любовью, на таком патриотическом подъеме. И, надо сказать, он получился тот, кто был в зале зрительно, видел вот этот наш, наша любовь к морякам и наше отношение к вооруженным силам. А все это, значит, сделали наши солисты, наши артисты, наши танцоры и наш, значит, технический персонал. Потому что, как бы, видео, видео такое было у нас специально подготовленное для моряков. Сами мы создали это видео, оно сейчас замечательное. То есть, отсняли какой-то фильм или что-то? Да, отсняли фильм, значит. А где его можно будет посмотреть? Этот фильм можете посмотреть у нас во дворце, прийти, мы вам дадим на флешку, вы здесь покажете его по телевидению. Я думаю, что... А у вас свой сайт работает, ГДК? Да, работающий сайт, мы делали сайт. И туда вот, как раз по этому адресу можно будет смотреть эти видеозаписи. Молодая, талантливая Светлана у нас, видеоинженер, работает. Просто вот чудо нам попалось. Ну, это хорошо. Какие-нибудь вы проводите акции, я имею в виду промо, для привлечения новых посетителей в городской дворец культуры? Ну, мы делаем, молодежное дело, Ирина Пахомова руководит, мы делаем, значит, в июне месяце, на день защиты детей, мы делаем такой большой праздник, значит, куда приглашаем различные творческие коллективы, различные спортивные организации, которые показывают во время вот этого праздника, ну, свои достижения. И идет прямая запись, значит, творческие коллективы или спортивные коллективы, секции и прочее. Ну, коли уже затронули тему о бюджете, что именно касается ремонта дома офицеров, хватает ли денег из бюджета? Все-таки город Обнинск всегда, как и в целом по стране, менялась политика, менялось финансирование. Сейчас городской дворец культуры нуждается ли в дополнительном каком-нибудь финансировании? Ну, финансирования всегда не хватает, ну, надо сказать, что даже вот этот кризисный год, как бы, администрация старается, значит, все-таки держать на уровне наши здания, значит, я имею в виду не только наши дворец культуры, но и музыкальные школы, и художественные школы. Деньги отпускаются, конечно, нам их не хватает. Ну, надеюсь, наши власти сегодня посмотрят передачу и призадумаются, что необходимо действительно более денег выделять из бюджета в эту организацию. Ну, если они нам дадут больше, значит, мы больше освоим, и, значит, больше сделаем полезного, хорошего и значительного для культуры города. Ну, вот, Коля, заговорили о большом и многом, о том, что вы можете сделать. Какая численность, ну, в среднем, может быть, посещаемости в год городского дворца культуры? Ну, вот за полгода мы, за 15 год, за полугодие, у нас где-то произошло около 200 мероприятий, и где-то около 100 тысяч населения побывало на наших мероприятиях. Это вот отчетов. Конечно, это такая работа интенсивная. Иногда у нас по два мероприятия проходит день. Да. Ага. А, значит, а чаще всего кто все-таки ходит? Обнинца? Ну, наверное, мы работаем на Обнинск, на нашу аудиторию. Когда, я так понимаю, когда приезжают большие артисты, там, типа, вот, Киркоров, там, Аллегра, ну, может быть, в сокрестностях кто-то подъезжает. А так, мы работаем на нашу аудиторию. Наша задача, значит, пропагандировать свои коллективы, делать свою продукцию, свои концерты, которые можно, значит, и показать зрителю, и на этом даже еще и заработать. Ну, а вот на 2015 год, может быть, приоткроете тайну? Занавес? Кого ждать в гости? Какие коллективы? Уже, может быть, есть с кем-нибудь какая-нибудь договоренность о приезде? Ну, мне бы хотелось сказать, прежде всего, про коллективы, про наши коллективы, что мы будем делать. У нас, значит, намечается в большой юбилейный, вот, в новом творческом сезоне, юбилейный концерт Игоря Мелякова, нашего, значит, знаменитого обнинского певца. Значит, намечается юбилей заслуженной артистки России Лидии Музалевой, мы готовим программу. В этом году мы сделали вот новую программу, попытались, во всяком случае, и у нас это получилось. Лидия Музалева вместе с дочкой Ирины Музалевой. И надо сказать, что концерт, вот этот, он получился очень интересным, эмоциональным, и мы его показали, ну, где-то более пяти раз и практически на аншлагах. Сейчас у нас, как бы, есть такая задумка, и уже идут репетиции Игоря Мелякова и Ирина Музалева. Она, все-таки, она бывшая экс-солистка, значит, ансамбля Купава, профессиональная певица. И, ну, она, когда вышла замуж, родила детей и, как бы, ушла с этой, со сцены, да, с эстрадой. А сейчас мы вот даем возможность ей по-новому, значит, себе привить. И надо сказать, что это удачный такой вариант, вот этот проект от городского дворца культуры. Уважаемые телезрители, для вновь присоединившись, напоминаю, что в гостях программы «Власть» директор ГДК города Обнинска Виталий Сергеевич Пикалов. И свои интересующие вопросы вы можете задавать к нам в прямом эфире по горячей линии телефону 44-332, а также оставлять их на сайте телекомпании по адресу 3далы.обнинс.тв.ру. Виталий Сергеевич, все-таки вернемся к звездам, к нашим. В Обнинске есть ли действительно свои звезды такого масштабного уровня? Ну, как у нас говорят, «Фабрика звезд» — это студия, музыкальный центр Аркадия Арзамасова. Вот этот гениальный, можно сказать, руководитель, он, кстати, заслуженный работник культуры России, Аркадий Александрович, он долгое время работает по подготовке и продвижению талантливых наших музыкантов, певцов в городе. На сегодняшний день у него есть такие уж яркие личности, как Екатерина Булкина, и она на сегодняшний день работает, учится в Гнесинке. Ну, совсем недавно мы ей делали большой сольный концерт, и вот эта девушка, молодая девушка, совершенно еще, можно сказать, юная, она справилась... Ну, ей совсем мало, по-моему, 18, да. И она справилась с этой задачей с сольным концертом, это было... На какой репертуар у нее выступление? У нее, она эстрадно-джазовая певица, очень такая сильная, и на фестивалях, конкурсах, которые проходят, она их посещает регулярно, и российского уровня, и международного уровня, она не приезжает, ни разу она не приехала без диплома лауреата, ну, а так в основном уйдет гран-при. Поэтому мы, в общем-то, думаем, что эта девушка даст... Свои платы. Да, 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 да. Ну, а еще кто из звезд, таких более ярких из города? Ну, яркий это Игорь Милюков, он наш воспитанник, он с детства, значит, с детства занимался в ансамбле «Играй рожок», и занимался он, значит, на всех музыкальных инструментах, и когда он закончил музыкальное училище, он поступил в Гнесинку на вокальный вокал. Мы как бы даже и не ждали, думали, как будто инструменталист будет вообще такой уникальный. А получилось, что это человек, который на сегодняшний день, ну, как солист, он является просто, ну, обворожительным таким вот артистом. И те зрители, которые были на День города, наверное, видели выступление его, как раз перед выступлением профессионалов. Он такой дал толчок, заряд, такая энергетика, но Магомаевское «О море, море» – ну, вы знаете, это совершенно его песня. Как-то даже и его исполнение, его совершенно, его манера. Можно, кстати, посмотреть, он выложен. На сайте тоже. На сайте, да. Виталий Сергеевич, ну, еще не поговорили с вами об организациях, с которыми вам по роду своей деятельности приходится сотрудничать. Расскажите об этих организациях, с кем чаще приходится вести сотрудничество? Ну, мы очень так, плодотворно работаем с физико-энергетическим институтом, с процессовым комитетом, работаем с заводом «Сигнал», работаем с инплотехнологией. А каким образом происходит у вас с ними работа? Ну, работу мы проводим, часто проводим мероприятия. Например, 60-летие вот атомной станции, собственно говоря, они нам доверили проводить торжественные собрания, концерты и массовые гуляния. А с хлебовым комбинатом мы работаем уже несколько лет, они являются основными спонсорами по проведению вот нашего знаменитого во Дворце культуры клуба «Любители романса». Они являются спонсорами, значит, приглашения артистов. И мы вот на этот клуб «Любители романса» приглашаем не звезд, вот первой величины, как говорится, у нас нет таких денег, они не поедут, а приглашаем артистов с разных регионов. Вот в каждом регионе есть свои звезды, вот такие, как, например, Лида Музалева. Она у нас... Это откуда? Ну, мы приглашали из Новгорода, из Нижнего, из Калинина, приглашали из Вологды, из Москвы, вот региональных, из Брянска. Это певцы, которые, значит, работают в регионах, но они... Нет их на телевизионном экране, но они работают... На федеральной сцене их нет. Да, да, они работают профессионально. И наши вот зрители, а мы проводим такие клубы «Любители романса» бесплатно, и зал практически у нас, ну, аншлаговый. И люди, конечно, получают заряд вместе с тем, как бы у них расширяются вот рамки, видят, что есть актеры, есть певцы, которые, значит, достойны вот большой сцены. А большая вместительность ли у нашего зала? 700 мест. У нас большой зал. В самом большой городе. У нас профессиональная сцена, круг, 36 танкетов. У нас механика, 20 тонн над сценой висит. Оборудование. Оборудование, да. Это сложнейшее инженерное сооружение у нашей сцены. Ее обслуживает, когда проходят мероприятия, 7 человек. Немало. Да. Ну, следующий город, следующий год Обнинск празднует свое 60-летие. Чем порадует нас ГДК? Ну, мы вот сейчас после, значит, отпуска мы будем собираться и уже будем думать о том, что мы будем делать. Естественно, мы будем готовить театрализованное представление такое. Как говорится, мощное театрализованное представление, посвященное юбилею города. И будем готовить программы, это будет целый цикл программ к 60-летию. Все, что лучшее у нас есть, мы все это покажем. Это замечательно. Уважаемые зрители, напоминаю, что в прямом эфире телеканала Обнинск-ТВ программа «Власть и гость нашей программы» сегодня – это директор ГДК города Обнинска Виталий Сергеевич Калов. Можете свои вопросы задавать по телефону горячей линии 44-332, а также оставлять их на сайте телекомпании по адресу www.obnestv.ru. И которые сегодня вопросы будут неотвечены, мы обязательно, Виктору Сергеевичу, вам передадим их, если наши телезрители пожелают оставить такие вопросы. Ну, пока, в общем-то, еще не созрели для вопросов. Посещали ли вы городской дворец культуры? Сегодня спросили мы у наших телезрителей. Ну, и видим из голосования о том, что более 300 человек говорят о том, что посещали, но и все-таки есть треть голосов говорит о том, что люди еще у вас не были. Как думаете, почему к вам так много не пошли еще? Ну, наверное, занятые огородами, наверное, сейчас. Летний период, наверное, сад, огород, что там еще может повлиять на это, не знаю. Ага, понятно. Хотя мы работаем на разные возрастные категории людей, стараемся. И у нас очень много мероприятий на бесплатной основе. А какие? Расскажите про них. Ну, вот на бесплатной основе мы делаем отчетные концерты всех наших коллективов практически. Мы, значит, распространяем билеты через ветеранские организации, через соцзащиту, через ТОСы. Потом, значит, вот этот клуб «Любители романства», он полностью, значит, уже несколько лет работает только для того, чтобы люди познакомились с новыми именами, с новыми людьми, с новыми песнями. Значит, наши солисты, такие как Татьяна Резнику, она ежегодно делает две концертные новые программы, которые мы показываем для ветеранов. Это все бесплатно. Татьяна Резнику, значит, каждый год, она к этому дню дает целую новую программу. Ну, а вот категорию жителей, те, которые, ну, за 50, скажем так, вы их чем к себе? Которые за 50, ну, мы здесь, как бы, стараемся такие уровневые приглашать антрепризы. Значит, мы работаем напрямую с некоторыми театральными агентствами Москвы и стараемся каких-то таких артистов подобрать, чтобы они были не столь дорогие и интересны для, вот именно для этой аудитории. То есть, получается, приезжают сюда достаточно прям коллективы театра всего? Нет, не театр, а антрепризы. Театр привозить очень сложно, потому что... А почему? А почему? Потому что театр – это все-таки стационарная декорация, и она строится, декорация, значит, на основе сцены. И чтобы это же объемы, это размеры, и перевозить, значит, эту декорацию, это нужно фуры заказывать, а фуры – это, сами понимаете, это дополнительное средство. А антрепризы, они приезжают... Бывает антреприза, которая приезжает с хорошим оформлением, но она такая, как говорится, с мягкой оформлением. И, значит, и самое главное, образное. Особенно в этом плане очень хорошо работает, значит, антреприза Рубермана, московская антреприза. А про нее расскажите, это что? Ну, это арт-проект 2000... Как они сейчас называются? 21-й век. И они, значит, самые первые в России, в Москве, сделали, значит, антрепризу театральную. Там всегда у них работают звезды такого очень хорошего уровня, и они берут всегда произведения не такие легкомысленные, а берут произведения все-таки... Классику серьезную. Классику берут, ну и классику такую. Если уж берут они легкие пьесы, то они такие западные, которые уже там нашумевшие. Ну, то есть это вроде мюзиков. Ну, типа, да. Понятно. Уважаемые телезрители, напоминаю, что в прямом эфире телеканала Обнист-ТВ была программа «Власть». С вами был, как всегда, я ведущий Иван Фролов, а гостем нашей программы был сегодня директор муниципального бюджетного учреждения города Обницка Виталий Сергеевич Пикалов. Виталий Сергеевич, спасибо огромное, что нашли время посетить нашу программу. Надеюсь, что очень много интересного рассказали для наших телезрителей. И уже по голосованию к вам в следующий раз скажу, чтобы посещали все и как можно чаще. Будем всех ждать и ждем всегда всех, и стараемся сделать все на высоком уровне, чтобы народ ушел, остался довольный посещением нашего Дорца культуры. Ну, мы это и это знаем. Всего доброго, уважаемые зрители, увидимся с вами каждый вторник и четверг в 18.30 по Москве. Смотрите нас в прямом эфире. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»